Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Первый паспорт в день Конституции. Безумно рада от того, что у меня появился мой первый паспорт. Юным белорусам вручили главный документ. Как это было? Маршрут перестроен. Стали известны подробности аварии на Кирова. К счастью, взрыва не произошло. Есть ли пострадавшие? Локомотив-чемпион. На льду по Брюс-Корейне завершился финал золотой шайбы. Кто еще в списке призеров? А также массовая вакцинация. Итоги 2020 и капризный март. К концу недели сеноптики обещают похолодание. Насколько опустится градус термометра. В Беларуси отмечают День Конституции. Торжественное вручение первых паспортов талантливой молодежи сегодня прошло во всех уголках страны. Бобруйск не стал исключением. 15 марта. День Конституции Беларуси. Праздник мира, свободы и суверенитета ведет свой отчет с 1994-го. Тогда на заре построения первого белорусского независимого государства был принят главный закон страны. В 1996 и 2004 годах были внесены изменения на республиканских референдумах. Народ выбрал свой путь развития. И вот уже позади 27 лет настало время вносить изменения в основной закон страны. Нужно понимать, Конституция себя не исчерпала. Это подтверждают многие специалисты. Просто ее нужно актуализировать, чтобы она соответствовала не только дню сегодняшнему, но и завтрашнему. Про мировой опыт тоже не нужно забывать. Об этом и не только говорили во Дворце независимости. Президент встретился с Конституционной комиссией. Уважаемые друзья, весьма знаменательно, что сформированная в соответствии с решением Белорусского народного собрания Конституционная комиссия начинает свою работу сегодня в День Конституции. Поэтому позвольте мне поздравить весь белорусский народ с этим праздником. С основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение, наверное, этой Конституции будет определяться прежде всего этим фактом. Принятая 27 лет назад, Конституция стала символом новой эпохи. Свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа. Все эти годы мы развивались, следуя тем принципам, которые были заложены в основу нашей Конституции. В состав комиссии вошли представители различных сфер. Эксперты, политологи, экономисты, медики, работники культуры. Предложения по изменению основного закона уже поступали на диалоговых площадках. На местах старались максимально услышать каждого белоруса. Абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ. Практически никто не сомневается в таких непреложных ценностях, как независимость страны, социальное государство, многовекторный внешнеполитический курс, развитие дружеских отношений с Россией и участие в интеграционных процессах. Люди поддерживают идею сохранения президентской республики, понимают, что именно она является гарантом эффективности изменений в экономике, государственном устройстве, общественном развитии. Поэтому к изменению Конституции следует подходить крайне взвешенно, критичное оценивая предложения, поступающие от различных социальных групп, нередко претендующих на мнение большинства. Если для одних понедельник рабочий, то для тысяч юных белорусов он праздничный. В художественном музее сегодня гордость Бобруйска. Победители научных олимпиад, спортивных турниров, лауреаты творческих конкурсов. 15 марта – день, которого они ждали с большим нетерпением. В торжественной обстановке 20 ребят из рук руководства города приняли свои первые паспорта. Первый паспорт в День Конституции – это не только символично, но и ответственно. Руководство города – почетные граждане Бобруйска, ветеран Великой Отечественной войны. Ребят, поздравляют все. Это наше будущее. И в этот замечательный светлый день я хочу поздравить всех бобруйчан, всех жителей нашей страны именно с этим праздником. Цените, что вы сегодня имеете. Мы сегодня живем под мирным небом. Мы сегодня живем в независимой нашей стране. И пусть сегодня слова «патриотизм» и «Родина» звучат слишком громко для 14-летних подростков, но ведь паспорт – это связь поколений, ответственность за будущее города и всей страны. Это уже не пафос, а реальность. Мне кажется, что это очень важный документ в жизни человека. И я очень благодарен, что этот паспорт мне вручили в такой торжественной обстановке. Сегодня все было очень грандиозно и очень красиво все было. Вот для меня получение паспорта – это очень важно. Документ получаешь почти на всю жизнь, правда, еще потом будешь получать его. Но эмоции классные и вообще обстановка классная. Торжественный день и на Красном пищевике. Здесь встречали ребят как почетных гостей. Всего 20 талантов. Самый важный документ ребята получили из рук директора фабрики, головы администрации Первомайского района, депутата, палаты представителей Национального собрания Беларуси. Сегодня уже паспорта дети и новорожденные получают. Но тем не менее, по традиции, в 14 лет первое вручение паспортов всегда обязательно. И, соответственно, вот они сегодня получили тот документ, когда и выезжая за пределы, он будет представлять именно страну. То есть по этому гражданину будут судить и о стране. Паспорт – это путевка во взрослую жизнь. И главная задача не просто получить, а правильно ею воспользоваться. Когда я получил свой первый паспорт, то сначала я немножечко волновался, но сейчас я безумно рад от того, что у меня появился мой первый паспорт. Разумеется, ребята смогли продегустировать продукцию сладкой фабрики. Все-таки у них праздник. Ведь этот момент запомнится как начало большой взрослой жизни. А фраза «Я гражданин Беларуси» звучит уже осмысленно и особо гордо. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Вредился в газопровод. Авария в Бобруйск облетела всей информагентства страны. Инцидент случился на Кирово в пятницу. Подробности ЧП у нашей съемочной группы. Кирово, 15.53, конец рабочей недели. Водитель иномарки врезается в надземный газопровод. Без тепла и горячей воды остаются два дома. На место ЧП незамедлительно выезжают аварийная газовая служба, ГАИ, МЧС и реанимационная бригада. Водитель, управляя автомобилем «Вольво», не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, на газовую трубу. Тем самым причинив материальный ущерб газовой службе и автомеханические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники экстренных служб отцепливают место ДТП. На дороге образовывается настоящий затор. Стоят междугородние рейсовые автобусы, маршрутки, МАЗы и легковые авто. Маршрут приходится перестроить и пешеходам. Безопасность превыше всего. Не исключена вероятность взрыва. Было направлено два автомобиля в аренодиспетчерской службы. Выход газа был ликвидирован путем пережателем полиэтиленового газопровода диаметром 110. На данный инцидент выезжало одно подразделение пожарно-аварийно-спасательной части номер 3, которое также находится неподалеку в районе Форштата. К счастью, взрыва не произошло. Эвакуировать граждан не пришлось из соседних домовладений. Известно, что об инциденте водитель «Вольво» в экстренные службы сообщает сам. После чего обозначает место аварии. В 19.58 газоснабжение восстанавливают, возобновляет движение и общественный транспорт. Обходится без жертв и пострадавших. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеон, Каба, Бруськ, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 995 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились свыше 302 тысяч человек. В Беларуси начался интенсивный период вакцинации от COVID-19. Прививка станет доступной для более широкого круга людей. Впервые будут привиты более 90 тысяч человек. Кроме медработников, вакцинации подлежат сотрудники образования и органов социальной защиты. Особенно те, кто работает в интернатах для пожилых людей с круглосуточным пребыванием. Тем временем, белорусская вакцина от коронавируса может быть готова уже во второй половине текущего года. Мониторинг цен, второе поколение и умные города. В Беларуси создается современная система управления регионами. Как это работает? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси создается современная система управления регионами. В первую очередь ее планируют внедрить в областных центрах и городах, где более 80 тысяч жителей. Среди них и Бобруйск. Также в планах Минсвязи в партнерстве со столичной мэрией создать национальный геопортал, развить региональную информационно-коммуникационную инфраструктуру и типовые сервисы в различных сферах жизни городов. В воздушном флоте Белавия пополнение. Эмбраер второго поколения рассчитан на перевозку большого числа пассажиров. 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономе. В лайнере и новая полностью закрытая конструкция шасси. Это улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание. Самолет среднемагистральный. Предпочтительная дальность полета до 4000 километров. Модель самая бесшумная в своем классе. В стране контролируют цены на социально значимые товары. Стоимость продуктов питания, которые покупаем каждый день, если и будет расти, то не более чем на 0,2% в месяц. Об этом гласит постановление правительства. Регулятор собирает все данные еженедельно. Каждый факт высоких цен разбирают детально. От производителей сырья, переработки до полки магазина. Нарушителей штрафуют. У православных верующих начался Великий пост. Этот период подразумевает не только отказ от пищеживотного происхождения, но и определенный моральный настрой для духовного очищения. Великий пост продлится до Пасхи, которую в 2021 православные отметят 2 мая. К концу этой недели синоптики обещают похолодание. Температура воздуха в среднем будет на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Ночью при прояснениях ожидается до минус 12, днем до минус 3. При этом существенных осадков не прогнозируют. Лишь местами возможен небольшой снег. Завтра синоптики прогнозируют усиление осадков и до 8 тепла. В среду и четверг днем термометры покажут до плюс 7. Сработали на отлично. Вобруйский район подвел итоги работы за 2020. Торжественное мероприятие прошло в Театре драмы и комедии. Предвещала официальную часть выставка предприятий и народных умельцев. Все, чем так гордится приберезинская земля. Домочай, Красный Пищевик и главная районная газета «Трибуна працы». Костям показали главные достижения. А уже в Большом зале областного театра гостей праздника ждала яркая концертная программа. Лучших наградили почетными грамотами. По итогам года среднемесячная заработная плата по району увеличилась на 21% и составила 891 рубль, а по декабрю месяцу вышли на уровень в 1000 белорусских рублей. В прошедшем году особое внимание уделялось вопросам дальнейшего развития социального обслуживания. Обеспечена стабильная ситуация на рынке труда. Все-таки главным экзаменом 2020-го для Бобруйского района стала посевная уборочная кампания. Все организации сработали на отлично, увеличение по всем показателям. Животноводство, земледелие, растениеводство. На призы президента Беларуси в Бобруйске прошел финал республиканских соревнований «Золотая шайба». Город принял игры в дивизионе «А». За медальными разборками следили и наши корреспонденты. Бобруйск-арени не впервые принимает турниры высокого уровня. КХЛ – молодежная лига, чемпионат мира. Опыт большой. Очередной спортивный форум – это вклад в будущее всего отечественного хоккея. «Золотая шайба» на призы президента Беларуси. 10-13 марта на льду спорткомплекса рубились ребята не старше 13-ти. Одержав победы на всех стадиях, в финал турнира вышли две столичные команды – «Локомотив» и «Торнадо». Железнодорожники с первых минут начали прижимать соперников к собственным воротам. Как итог – три забитые шайбы к первому перерыву, унесенные ветром же только один раз, заставили капитулировать кипера Лока. Второй и третий периоды ничем не отличались. «Локомотив» давил, «Торнадо» отбивалось. Итоговые цифры на табло – 9-1 в пользу первых. Железнодорожники – чемпионы «Золотой шайбы» 20-21. Для «Локомотива» это первый серьезный турнир. Стать «Золотым» позволила дисциплина, отметил главный тренер Денис Васильченко. Несмотря на неприличный счет перед финальным периодом, коуч мячам призывал своих ребят не расслабляться. «Получить удовольствие, поиграть в свое удовольствие, без нарушений, без грязи, не идти на провокации со стороны соперника, какие бы они ни были, а закончить достойно финальный матч». В элитной подгруппе приняли участие семь сильнейших команд со всей Беларуси. Обязательные условия – ребята не должны заниматься хоккеем с дюшор. «Результат – это вторичен. Самый главный результат – это выступление, это нахождение на таких важных соревнованиях и будущее, перспектива». Турнирные страсти позади. Награждение призеров и победителей – самая долгожданная часть спортивного праздника. Серебряные медали достались Минскому Торнадо. Бронза уезжает в Брест на Кубок чемпионов у «Локомотива». Организаторы уверяют – проигравшим главное не сдаваться, ведь будущее за теми, кто верит в свою мечту. «Трус не играет в хоккей». «Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей». Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Весна законно вступила в свои права. В парке культуры и отдыха простились морозами и вьюгой. Кульминацией Масленичной недели стал обряд сжигания чучела. С подробностями Виктория Полевко. Бобруйск простился зимой. Праздник встречи весны отметили в городском парке. Здесь развернулись настоящие гуляния с песнями, играми в свежем воздухе и, конечно же, блинами. Сама Масленичная неделя стартовала еще 8 марта. «Настроение отличное. Побольше таких праздников. Я и шашлычок попробовал, и блинчики. Очень вкусно все. Очень вкусно. И недорого». «Хороший праздник, интересно. Ждем. Дочка должна выступать». Развлечением дня стала борьба за петуха. Четыре подарка и четыре участника. Каждый должен попытать счастье, добравшись до верхушки 12-метрового столба и срвать куш. Главный приз. Плюс живой петух как бонус. «Выше! Выше! 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 Выше!» Задача осложнилась не только уровнем физической подготовки, но и старой традицией. Для лучшего скольжения перед началом забав столб окропили ледяную воду. «Просто интересно было. Каждый год проводят этот конкурс. Свои силы проверить, насколько я высоко смогу залезть». Этим вечером ушла в небытие с огнем не только соломенная баба. Необычной фишкой гуляния стали разноцветные ленточки. Значение каждой полоски уникально. Загадать можно было как успех в учебе, крепкое здоровье и благополучие в семье, так и любовное пожелание. Виктория Полевко, Максим Галеонко, Бобруск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»